всем привет ой ничего себе как его быстро и марина тут как тот потому что сразу я увидела мы кстати с маришкой в кафе зашли купили мы с ней очки вообще знаете что могу вам сказать могу вам сказать о том что все давайте в традицию пусть это входит каждую среду мы будем с вами проводить прямые эфиры сегодня поболтаем просто так на любую вообще тему а на следующей неделе мы прям выберем с вами тему и пообщаемся на определенную тему вот в этом 2 а вот если прики вошедь привет из казани вам тоже большой привет расскажите как у вас обстановка там вас тоже с qr кодами до холодно у нас вообще холодище руки мерзнут марина рукавицы мне не дарит шапку подарила рукавицы не дарит расскажите как с казани да конечно у меня клин теперь так смеется вообще мы теперь с ними на пару заливаемся вдвоем короче смех он мой перенял почему не покупаете свою квартиру не покупаем свою квартиру потому что в январе месяце мы хотим воспользоваться материнским капиталом которым нам дали на луку но воспользоваться и можно без ипотеки только по достижению трех летнего возраста лукаша поэтому мы ждем января и с января начинаем активно ходить смотреть наблюдать глазей мне кажется я облазила уже все авито буду при обращаться за помощью к риэлторам с которыми работают марина вот мне даст полиник своей и будем искать а настя привет как выбрали имя клим много ли встречать маленьких климов маленьких встречами много а вот взрослых до последний раз кости ездил в крым вместе с ними и как раз таки у него был друг у которого они останавливались его тоже звали клим а выбрала имя у моей знакомые девочки был брат клим но я думала что клименти и клим это одно и то же и когда уже родила клима и пошла записывать его в загс получать свидетельство мне объяснили что клименти это одно имя клим это другое мы решили остановиться на климе ну а луку соответственно подбирали уже под клима что что-то тоже необычное надо настя я кажется пропустил в каком городе живете сейчас я живу в городе екатеринбурге настя у меня жуткая депрессия как выйти из нее просто знаю что то очень сильный человек у меня кажется тут в одном предложении не сказать вообще не ответить на ваш вопрос я думаю что после эфира напишите мне в личку во первых нам тут разобраться по какому поводу депрессия это что-то личное или это рабочие моменты понять надо что за причина вообще я от этого уже я вам могу посоветовать могу посоветовать и собственного опыта вам как выходить из депрессии я кстати ни разу меня тут вопрос был мы с вами играли было или не было кстати ни разу не пила очень я анти депрессанты и мне не было панических атак ну у меня была только после родовая депрессия после второго ребенка и да и то я это поняла по прошествию времени что она у меня была знаете читала ваши посты но хотелось бы понять как изменилась жизнь после тюрьмы не появился страхов на этот счет или наоборот скорее наоборот стала больше цене ценится жизнь какие-то маленькие мелочи о них я писала да как например там лежать в ванной поспать сколько ты хочешь пойти в магазин вот она свобода те обычные вещи которые в обычной жизни если ты их лишаешься ты понимаешь что блин как это классно что это есть так в обыденной жизни если ты воспринимаешь это как но есть и есть как бы и нет этой цены и всему всем этим мелочам страхов не появилось вообще наоборот больше появилась осознание того что насколько классная жизнь и что нам действительно думать своей головой и как классно быть рядом со своими друзьями со своими близкими иметь свободу выводы такие кстати по поводу тюрьмы и знали вы или не знали но я не знала мне вчера звонила карина красавина она тоже попала в тюрьму и указать там непонятная ситуация что-то там связано с музыкой я сейчас не поняла вообще в чем и как и чего у нее сейчас идет суд она находится в сезон вот и вот такая тоже ситуация у нее сложилось очень жалко и у нее нет ни мама не папой звонила вчера просила помощи приветствую золотом устава привет золотом я люблю очень сильно ваш город говорят что скоро в общественном транспорте паркор тоже будут пускать но мне кажется это логично ну что ну общественно на общественный транспорт люди друг с другом рядом торговом центре это дистанция соблюдается да а qr-ходы просят мне кажется это ну логично что в общественном транспорте не тоже будет о какой вежливый молодой человек капец ты старая стала но так мне через две не меньше чем через две недели 38 лет и тарасова во вторых мне бы хотелось посмотреть вашу фотографию насколько вы молод и свеж какая фамилия по мужу кулешова я теперь привет из салихарда привет родной город расскажите как у вас там с qr-кодами мы тут недавно а еще у меня такой вопрос вот кто пишет из салихарда мы последнее время в транспортный вводим салихарда утеплитель куда-то на молодежи молодежи ждать до жить еще у вас там строится что там за бурная стройка у вас и если есть у вас фотки и вышите фотки в каком составе хотим знать сколько еще мы будем туда возить на каком этапе стройкой что строится там замечательно выглядишь спасибо вам большое мне кажется такая же была как и не меняется вообще не умеют морщинку папа под глазами появились все равно меня есть но я не чувствую себя на свой возраст капец вы александр джентльмен ой девчонки ладно у нас мужчины редко бывает а если видите появляются так появляется с какими-то претензиями но ничего страшного сказал и сказал я нормально реагирую на критику хорошенько нисколько не изменилось лука тоже очень необычное имя как луга сегодня в садике сучте вообще и просто ребенок я не знаю такое ощущение что ребенок мне кстати девчонки сегодня писали в личку о том что чем младше ребенок тем легче он идет в сад на сегодня костя завел его прям туда в садик спрятался и слышит как воспитательница разговаривает с лукашей и говорит раздевайся шапочку ложи сюда в ящичек его и он прям все исполняет ложит подходит к своему шкафчику то есть он узнает уже тут второй день пошел он уже все знает хоть прям своему шкафчику сам раздевается никаких вообще не соплений и слюней просто восхитительно сегодня не общалась с воспитательницей она тоже мне его похвалила прям с климом было посложнее все ли алекс александр куда-то пропал вообще все девчонки закидали помидорами привет вам из казахстана мы вас очень любим еще со времен дома 2 спасибо вам большое а мне кстати не так давно приглашали в казахстан в гости у меня ученица моя из последнего потока третьего тоже с казахстана готова и встретить и все на свете но в ближайшее время я скорее всего как всегда поеду в сочи а после нового года на марине на день рождением тоже маришка значит одна из моих подписчиц мы с ней подружились она кстати тут сейчас она мне должна написать не изменились ли у нее планы но вообще мы в январе месяце мы собрались в питер привет из сочи здравствуйте кира сергеевна настя добрый день за девочкой пойдете о не все не 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 марина посмеивается я как-то не знаю на каких порывах эмоциональных пообещала ей что если я пойду третий раз прожать то она будет крестный а теперь естественно заинтересована в этом но я ей говорю о том что не 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 иди ты говоря я буду чудесный крестный вообще я не знаю мне столько вещей осталось у меня причем вещей унисексом там коричневые цвета вежевые цвета и у меня все такое добротное мне вполне можно от двух мальчишек осталось мне вполне можно вообще ничего не покупать все ждет вас добрые руки хочу все отдать что марину когда маришка у нас пойдет на настя расскажите что было с вакуумным вакуумные манипулы а чё было ничего серьезного не было просто ее периодически надо чистить то есть она грела но не засасывала и я вызвала мастера он снял нет трубочку прочистил и все вуаля и все работает у меня новое оборудование для студии и она еще на гарантии поэтому как бы я сразу же позвонила им москву и везде всюду и принципе решила этот вопрос за два дня вот вызвала мужчину заплатила тысячу сто рублей он снял эту трубку прочистил ее поставил обратно все заработало настя здравствуйте хочу с вами встретиться скучая да ты же моя дорогая магина моя любимая привет это опять пример самостоятельности девочки мне уже это подлавливают меня в прямом эфире магина я приеду завтра обязательно я тоже скучаю только вижу вас еще причем я вам кстати написала в нашем общем чате а то что мне 25 день рождения и что мы заранее с вами встретимся и отметим а вы чё-то как не отреагировали видимо не сильно вы по мне скучаете на youtube выложили все первые выпуски дома 2 пересматриваю интересно сейчас на моменте королева дома 2 бузова и рома страшно бесится меня жилось вперед бузова далеко не красавица ой вы знаете это вообще все что там осталось по поводу королевы дома 2 не представляете какие там были интриги и расследования и скандалы там настолько оля была мне кажется вообще в шоке что она не выиграла что выиграла солнце это был просто трэш вообще там же ведь и денежный приз был машина это просто было что-то с чем-то вообще это не описать словами какая там была борьба даже нас солнцем пытались столкнуть лбами из-за королевы дома 2 но мы не ругали с ней если что-то увидите интересно и после эфира скиньте мне ссылку где вы берете я тоже хочу посмотреть хочу что-нибудь интересненькое посмотреть выложить для вас что-нибудь stories им быть богатый или быть счастливы быть счастливы и однозначно вообще сто процентов будь счастливы лучше а лучше и богатый и счастливы но если такой выбор то лучше счастливый я тебя обожаю помогите пожалуйста кости котков из екатеринбурга 3 типа если из екатеринбурга ребята то напишите мне в личку если можно встретиться с родителями мы в том году помогали мальчику тоже у него был такой же диагноз и мы собрали деньги до 31 декабря и надо было сделать этот укол напишите в личку мне с кем ты общаешься до сих пор из дома 2 да много со с кем последние последние разы общался с топой вот не так давно созванивала с ним солнцем всегда общаюсь с ромкой тоже видели кого что он приезжал на открытие с рустамом солнцем тут недавно выкладывала в сторис силы как мы с аленка и пели песню тоже она мне написала тоже периодически песена посматривает тоже мои сторис и периодически и как бы какие-то комментарии кидают насть как пошел процесс салона ну скажу вам так есть определенные трудности с салоном то есть вот из-за всех этих ограничений сложности есть люди стали меньше ходить на процедуры стали экономить деньги это естественно мне кажется сфере услуг вообще в принципе сейчас идет большой спад но во первых мне пошли навстречу арендаторы атриум пала с отеля за что им очень благодарна не сделали скидку на аренду опять же благодаря инстаграму нашлась девушка которая помогла мне составит письмо я попросила скидку не сделали скидку во вторых на декабрь месяц мы сейчас планируем акции для девочек для того чтобы быть в форме на новогодних праздниках и мозговой штурм идет планирую все равно докупать еще оборудование что-то хочется еще пробовать то есть для меня это совсем новая то есть конечно там есть ряд сложностей да и для меня новые моменты там вообще это как салон красоты и кстати у нас в студии в скором времени и не знаю помните вы или нет девушка соня которая мне всегда красит делать мне макияж прически когда я хожу на какие-то мероприятия или на фотосессии в скором времени она будет у нас студент теперь она будет работать с нами так что на все мероприятия на новогодние корпоративы фотосессии записывайтесь я не раз показывал ее работу то есть все равно работа ведется то есть но и говорю ряд сложностей есть но мы развиваемся бросать свое дело я не буду я не тот человек который при первых сложностях берет и закрывается кто такая карина карина красавина тоже с дома 2 привет саратов саратову тоже большой привет ты делала прививку от ковид будешь ли делать детям ну вообще детям насколько я слышала вроде как идет обсуждение сейчас ставит ли детям и по моему ставит 6 лет поэтому мои детки не попадают под прививку климу 5 а лукаша в январе будет только 3 поэтому нет привет из кузбасса вам тоже большой привет а анастасия нам нужна ваша информационная помощь кости из екатеринбурга ну все если я говорю можно встретиться с хотя бы с одним из родителей мальчика чтобы вот так провести тоже зимой эфиры и реально показать посмотреть документы если все реально в силе то почему бы нет поэтому пишите говорю после прямого эфира в чат я вам обязательно отвечу на чем с вами договоримся почему с грузовой не общаешься ну я как бы не особо на и на доме два с ней как бы общалась как стать общались как бы у нас не было особой дружбы сейчас она мне кажется настолько занята занятой человек поэтому бы нет у меня спутник light очень сильно люблю спасибо вам большое 38 это молодость вы знаете а еще после 30 лет я раньше думал 30 лет это все капец вообще старость я просто помню ситуацию мы жили в своем доме в сельхарде я помню как родителям приходили гости они жарили шашлыки выплясывали и я такая знаете там нет 10 лет и я такая смотрю на них и прям помню эту мысль что я такая думаю блин капец они такие а может сахар я думаю блин капец они такие старые а еще пляшут а им было по 30 лет то есть мне сейчас будет 38 а сейчас я вообще по-другому воспринимаю в возрасте мне кажется люди в каждом возрасте есть свои прелести зато сейчас есть и опыт есть еще и молодость есть еще и силы мне кажется сейчас прям вообще самая золотая пора таких молодых людей на всем ушел уже я говорю еще много утеплителя надо о а чё а чё строить что строится там расскажите мне пожалуйста вот мы как раз к утеплитель везем расскажите что что там строится вообще молодежи насколько я помню это по моему центр города это где новостройки турецкие дома правильно я понимаю турки тоже строят салихарди давно были салихарди было давно последний раз я была там четыре с половиной года назад у меня очень сильно заболела мама она лежала в реанимации климу было два или три месяца и она отказывалась от операции мне позвонила ее родная сестра моя тетя тетя надя и сказала что мама очень плохом состоянии отказываться от операции что нужен нужен мой приезд чтобы повлиять на нее чтобы сделать эту операцию на было кровотечение внутреннее и я помню что я бросила вообще все помог кости а он сидел с лука с климом лукаши еще тогда не было и я вылетела в салихар тогда я была последний раз в салихар екатеринбург красивых женщин настя на своем месте находишься спасибо мне нравится екатеринбург о юльчик привет какие планы у тебя на пятницу скажи мне пожалуйста я возможно в пятницу приеду в челябинск куда собираетесь на новый год на новый год ничего еще не планировали марина уже периодически поджуживает что надо что-то думать насчет корпоратива иначе все будет занято она вообще человек на полгода вперед все распланируют вот я еще не думала не день рождения скоро на носу я еще по волне рождения до конца еще не определилась кстати опять же общаясь с вами на кто знает в городе сочи хорошие какие-то не смогу я сейчас сказать в общем ладно не буду говорить я могу у тебя всегда был такой голос просто балдеет всегда был такой голос привет из кемерово привет кемерову кстати кемерово сколько километров от екатеринбурга это же недалеко да ближе скажи где-то на где-то на сицы привет с алматы вам тоже большой привет вас классный блог такая настоящая анастасия всегда спасла такая искренняя балдею спасибо вам огромное я только учусь правда уже год хочется как-то тоже раздваться в инстаграме но вы мне периодически подсказывает мне кажется надо как-то систематизировать мой блог то есть мне кажется должны быть какие-то рубрики да должны быть постоянно прямые эфиры в какой-то определенный день возможно я подумываю например прямые эфиры с бывшими участниками дома 2 хочется тоже как-то интереснее это сделать холодно на самом деле я тут лет попросила я даже вот и хочется как-то я говорю какую-то систему сделать посты почаще для вас писать я вчера ночью например думаю о чем написать чем написать чем написать мысли много разбегаются и не знаю на какую тему написать у меня такое бывает мне кажется говорю вы если что-то видите подсказывайте я всегда очень вы с огромной благодарностью отношусь к советам потому что реально со стороны вам не и вы мне подсказывайте я прислушиваюсь к этому питер обязательно мы должны встретиться здорово мы обязательно приедем чё губы еще не накачал а зачем мне надо качать губы я не хочу быть такая как все я хочу быть индивидуально я считаю что у меня индивидуальная красота не нужны губы как у все вот эти пельмени на 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 все лицо поэтому меня вполне страдут мои губы как маникюр маникюр супер делала вчера такие 24 по дню рождения буду переделывать но немножко тут не видно тут у меня таким как красненьким еще укреплениями вот раз темные сделала насти здравствуйте составляли вам вашу матрицу очень интересно посмотреть если вы не против можно сделаю я отмечу вас а вообще мне составляли натальную карту несколько раз потом как-то по цифрам считали я не помню составляли ли мне матрицу не могу сказать если у вас есть время и желание можете составить не будет интересно почитать как погода в челябинске в челябинске не знаю векате у нас идет дождь и ой дождь и снег холодно очень сильный ветер настя вы сами ведете свой инстаграм очень нравится за вами наблюдать мне есть кто мне помогает в плане рекламы выставление рекламы есть девочка которая занимается рекламой и она моя подруга и мы общаемся с ней там она мне может подсказывать что-то как и что так вообще все веду сама пишусь тоже все сама у вас есть вакансия о здорово настя добрый день скажите пожалуйста у вас есть вакансия в транспортной компании девочки в общем я скажу вам так раньше я была за количество сейчас я за качество у нас есть вакантные места но мне не хочется отнимать время не у своих логистов не у себя не у кого-либо хочется чтобы пришел осознанно человек который готов будет работать который не против что наш офис находится на уралмаше который будет без опыта работы но который будет хотеть работать и зарабатывать если вы такая то пожалуйста пишите я готова встретиться с вами и вообще в принципе девочки если есть те кто хочет поработать транспортной компании и у кого есть желание работать и развиваться то вам к нам мне не хочется чтобы на работе сидел человек который не держится за работу и который не хочет работать последний раз у меня был например мальчик константин ну как мальчик 42 года он стал грузить машину вроде изначально как бы все прошел собеседование все супер все здорово нам так понравился и вот он стал грузить машину и он в первой же вот как только начал грузить он хотел выпрыгнуть в окно в прямом смысле этого слова все он говорит я не могу так быстро я не могу это не могу то о нет тут такие нервы и пойду-ка я вернусь обратно на почту россии пошел обратно работать на почту россии мне не хочется чтобы отнималась просто так время если есть желание учиться то пожалуйста приходите пишите в личку договоримся о встрече там свой номер телефона и встретимся настя что с водоная вы жизнь ее поменяла или она поменяла жизнь она поменяла жизнь у нее есть богдан которым она очень занимается и очень много времени уделяет она очень целеустремленная занимается вот своим салоном различными проектами занимается поэтому мне кажется ее поменяла жизнь привет из туркменистана вам тоже большой привет из амурска спасибо можно с вами встретиться в екатеринбурге то вполне можно обычно я у себя на районе на урал маша либо в центре можете прийти ко мне в салон у нас было день открытых дверей где мы можем просто пообщаться кстати если вам это интересно я могу сделать день открытых дверей мы можем встретиться с вами там приветик натусик привет как дела у тебя как работа кипит ты уже вовсю готовишься к новому году настя показывает почаще девочек из офиса марину и олю хорошо как скажете настя я помню как ты пришла на проект национальном костюме вроде рыбку принесла да я принесла нашу национальную рыбку муксу угостила ребят как дела у климу и луки мальчики красавцы спасибо большое даже хорошо все у них у нас стабильно вечером и я уже вообще я стреляю что я взяла это дэнди только я захожу домой мне начинается клим начинает мама пошли играть в деньги но лукаша играть за не не дает соответственно мы играем все вместе потом готовимся ко сну потом лукаша 1 засыпает и потом начинается жесткая рубилова до половины двенадцатого каждый день я не могу сказать своим детям клим не говорит мы с ним договариваемся на берегу я говорю давай все четыре игры и ложимся спать окей все начинается вместо 4 6 игр потом начинается я хочу попить потом начинается я хочу сказку сказки причем с ним придумываем каждый раз мы не любим читать книги мы любим сказки которым мы выдумываем сами и каждую ночь перед сном я придумываю новую сказку одна из его любимых это то что клим вырос у него есть сын матвей не знаю почему а у него красивая жена большой дом с бассейном и 5 машин и одна из них алмазная короче в общем всякие сказки мы придумываем иногда мы придумаем там про зайчика про кошечку вот так вот в общем мальчишки все хорошо я пропустила что стариной она находится сейчас в сизо московской области сизо 1 по моему я не знаю что что-то там связано с ее музыкой что-то блин не буду врать в общем что-то там кому-то деньги она отдала они должны были делать аренжировки на ее музыку на ее песни какая-то драка по моему не знаю не буду обманывать в общем и говоря она сейчас сидит в ожидании суда статья у нее тяжелая помощи я так понимаю очень мало она делала на своей странице в контакте девочки там выкладывали что ей нужна помощь но я так понимаю что мало кто откликнулся вот в инсте она не сидит она звонит только по таким вот телефоном ну как вот у нас там тоже были ну вот трубки не сотового ничего нету если вы хотите ей помочь каким-то образом то я говорю в группе вконтакте есть там ее данные есть какого сизо там можно им стать письмо можно и отправить посылку там можно туда написать рустам своих прямых эфирах поливает грязью бородину бузову майя и мама майя это уже слишком как он может трогать мам это ведь святое да мне он не мужчина что-то мерзкое ужасно знаете могу он так сказать а возможно рустама в своих кабину высказываниях чересчур прямолинейные не подбирает слова да и вот затрагивает мам но как человек ну я знаю вы лично совершенно адекватный интересный креативный я не могу сказать про него очень плохого и всегда когда я обращалась к нему за помощью и прямой фирмы вместе тоже проводили но никогда мне не отказывал поэтому вы извините но у меня другое мнение по насчет рустама нефтьюганск мая игра передает привет тебе вам тоже большой привет привет северного города тында не знаю такой город это ямал-нинский автономный округ или хантамансийский вот такой город я не знаю привет из красноярска вам тоже большой привет планируете ли какие-нибудь благотворительные акции к новому году с удовольствием поучаствовала ну опять же что вы подразумеваете под благотворительными акциями то есть а в том году я говорю мы собирали деньги на мальчика ваню из екатеринбурга сейчас вот девушки пишут то тоже нужна помощь и если просто обращаться очень многие но мало у кого можно проверить реально ли ребенок болеет потому что такие мошенничества много мне не хочется вам своим подписчикам давать недостоверную информацию это занимает очень много времени для того чтобы перепроверить если родители и ребеночка отсюда то соответственно я могу встретиться напрямую до посмотреть документы выйти вот так прямой эфир и так конечно проще поэтому я не против поучаствовать и благодарю вас за то что вы тоже хотите поучаствовать и помочь по логистике будет ли еще запуск знаете вообще по логистике я планировал запускаться всего один раз но после одного раза были запросы и так это все выросло в постоянку и был уже 3 получается запуск сейчас очень много вопросов задают личные сообщения есть предзапись на курс 14 человек уже стоит в листе ожидания и ждут когда будет запуск но я еще пока не решила либо это будет декабрь месяц либо это будет март месяц я обязательно вам stories скажу когда будет следующий запуск если вы хотите вы можете тоже написать мне в личные сообщения и чтобы я вас потом не потеряла когда будет запуск моя команда вам об этом сообщит смотрите ледниковый период с ксении бородина узнать я вам по секрету скажу честно я не интересный человек вообще в плане того что я не смотрю телевизор что я смотрю я вот вам сейчас прям по пальцам могу сказать что я смотрю я смотрю телевизор исключительно те передачи которые не несут какой-то смысловой нагрузки потому что на протяжении дня есть какие-то вопросы потом детям уделяю внимание я просто включаю телевизор когда уже все засыпают просто для того чтобы мозг отдохнул ни о чем я не думала что я смотрю я люблю беременна в 16 я смотрю супер мамы а прикольный кстати там ну есть какие-то моменты которые беру для себя там для по воспитанию деток разные мамы мне интересно смотреть я смотрю русские сериалы вот эти по россии 2 смотрю новости больше я не смотрю ничего вообще поэтому ледниковый период с ксении бородины я не видела на привет красотка решила тут написать раз ты в эфире я в 17 10 буду дома тортик покупать я тебя буду ждать настена привет буду у тебя не знаю как в 17 10 или нет может чуть попозже но буду кстати по поводу насти еще вчера хотел записать stories в общем я не знаю как так получается но какие-то новые идеи даже для развития для бизнеса находят меня сами а тут не марина значит скидывает картинку говорит посмотри кто я посмотрела значит что настя стала заниматься товарами на валберезе мне очень интересны были товары на marketplace как туда вообще зайти какие товары пользуются спросом соответственно я хотела попробовать и посмотреть и вот настя теперь этим занимается сегодня я пойду к ним кости мы с ней пообщаемся она мне расскажет как и что вообще в stories и вам покажу то есть какие-то говорю иди приходят сами собой мне значит это моё может быть в следующем году я еще для чего-нибудь созрею насти если ты будешь бабуле то какой о марина вот так головы похивала мне кажется но мне кажется значит какой блин мне кажется до что-то подобие моей мамы я буду ужасная педантка наверное я буду скряга я не знаю внукам если своим сыновьям все разрешат у внука мне кажется и подавно но мне кажется я из тех бабушек которые будут приходить в 8 утра и ломиться в дверь и говорить я пришла к вам на чай я буду движниковым не надо будет везде ходить мне кажется буду и к себе забирайте и к ним ходить круче надоедливо я буду а вам массажисты в салон не нужны случайно мне нужен один мастер на потому что модины бывает что болят руки клиентов много поэтому мне бы хотелось еще одного мастера но мне бы хотелось мастера с медицинским образованием в общем если вы тоже в екатеринбурге напишите в личку мы с вами тоже пообщаемся обязательно после эфира первоуральск по делам не ездишь случайно хочу твой автограф не в первоуральске не марине вот иногда еще верхнюю пушную езжу березовский у меня там мама первики не бываю так что приезжайте сами когда будете в екатеринбурге могу узкую настя волгу ботокс сколько стоит волгу ботокс последний раз показывала нам у себя в студии делала на стать тоже там сейчас есть косметолог поэтому пишите в общем нас теперь визажист соня который делать макияж прически у нас есть косметолог у нас есть лазерная эпиляция и конечно же наш массаж для поддержания фигуры для похудения поэтому пишите и я вас могу перестроить как на косметолога она вам даст всю информацию я не помню сколько расплатила посылки недорого но у меня немного было все наши смотрит и морщишься она смотрит сколько точек и от этого уже считается тысяч три любви что ли я заплатил немного но мне немного было на кажется не сочи манит приехать вас очень манит переехать на пмж вообще не то слово я сумму я очень люблю это город моей мечты и я очень люблю этот город я готова туда ездить вообще мне кажется хоть каждые две недели кто сидит с вами в кафе я покажу вот дамас амстердама здравствуйте здравствуйте оля как вам работается на работе какой процент от всех доходов приносит инстам инстана третьем месте по моим доходам вот так я могу сказать если расценивается логистику в курс инстаграм и салон инста находится на третьем месте стану на больше если заниматься им профессиональной инстаграмом да и развиваться я хочу но я хочу больше для себя не сколько для финансов а чтобы был рост подписчиков чтобы было интересно но блогеры которые занимаются этим профессионально и только этим достаточно неплохо зарабатывают а у меня как бы на третьем месте этот доход я до сих пор удивлена что ты всегда в директ отвечаешь даже голосовые спасибо тебе за это этим и ты отличаешься от многих спасибо вам огромное а вы мне тоже всегда помогаете всегда мне все подсказываете всегда какие у меня запросы есть мы всегда мне помогаете я с душой отношусь к своему блогу и реально отвечаю всегда иногда бывает что удобнее голосом ответить от пча голосовым вот настя ты стрелец да я стрелец но я на грани со скорпионом в карпион 23 заканчивается 25 уже идет получать за скажите мне я вам скажу ужас привет привет из туркмении вам тоже большой привет сколько тут всего маришке привет вам тоже видела вас на ромаш отлично выглядите спасибо вам большое насти добрый день а с моим абрикосом общаетесь но очень редко два раза на всего с ним общался в инстаграме и кассу вообще как бы не любитель вольный замкнутый такой человек вы родом из и кбм нет я родом из города сельхарда это единственный город на полярном круге настя на логистику локдаун как-то повлиял на доход нет совершенно нет стучу вот так вот мне кажется это вообще сфера деятельности такая что хоть что случись даже если не дай бог случится война люди все равно будут перевозить товары первой необходимости поэтому на этот вид деятельности локдаун нисколько не повлиял что сейчас с эмом а что сейчас с эмом порядке все с эмом женился у него сын тимофей два или три годика живет он в краснодаре вот настенька сколько еще будет эфир эти вообще время 45 минут уже я думаю что нам надо с вами закругляться в общем спасибо что вы нашли время в течение дня пообщаться со мной эфиры я сохраню обязательно у кого будут какие идеи следующую среду на какую тему общаемся пишите тему в общем теперь каждую среду мы будем с вами проводить а прямые эфиры я вас целую обнимаю вас всего доброго вам